В январе в расписании аэропорта Курумыч появятся новые рейсы. Самолеты начнут летать из Самары в республику Коми в Усинск. Об этом сообщили представители одной из российских авиакомпаний. Прямые авиарейсы будут выполнять 29 января раз в неделю по понедельникам на самолете, который вмещает до 50 пассажиров. Воздушные суда перевозчика будут отправляться из Самары в 12.30 и прибывать в Усинск в 16.00. Время в полете составит 4,5 часа. Напомним, в этом году будут субсидироваться авиарейсы из Самары в 14 городов. Общая сумма субсидий составит более 211 миллионов рублей. Сейчас самарцы смогут улететь в 11 стран. Среди них Белоруссия, Грузия, Турция, Азербайджан, Арабские Эмираты, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Таиланд, Египет и Киргизия. В Самаре открыли обновленную поликлинику на улице Мичурина, отделение городской больницы номер 4. Как сообщили в региональном Минздраве, благодаря нацпроекту здравоохранения, здесь выполнили ремонт и внедрили принципы бережливого производства. Полностью преобразился первый этаж, регистратура, гардероб, аптека, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов. Входная группа отремонтирована в соответствии с принципами доступной среды. Напомним, в Самарской области реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документа оборота. 25, 27 и 28 января в поселке Управленческий на территории центра Чайка состоится Самарский лыжный фестиваль «Соколье горы». Мероприятие организовано Департаментом физической культуры и спорта администрации Самары. В программу включены следующие лыжные гонки. 25 января ночная гонка «Свободный стиль. Масс-старт». 27 января «Свободный стиль. Масс-старт». 28 января «Классический стиль. Масс-старт». Участие в соревнованиях могут принять спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача. Стать участником лыжного марафона можно, пройдя регистрацию на сайте, указанном на экране. Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсудил ситуацию, сложившуюся на автомобильных дорогах региона в связи с критически сложными погодными условиями. Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с отсутствием возможностей для работы снегоуборочной техники, было закрыто 63 автомобильные дороги регионального значения в 15 районах Самарской области. Сейчас закрытыми остаются 26 дорог в 11 районах, которые ведут к 18 населенным пунктам. Региональные службы находятся на связи с главами муниципальных образований. Вопросов, требующих экстренного решения, за этот период не возникало. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил реализацию национального проекта образования. На мероприятие нацпроекта в 2024 году запланировано почти 4 миллиарда рублей. Планируется создание 67 центров «Точка роста». В гимназии номер 77 Тольятти и в школе 33 Сызрани появятся технопарки «Кванториум». Центр цифрового образования детей «Айти Куб» создадут на базе Нефтегорского государственного техникума. 39 школ обеспечат материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Также ведется работа по строительству 6 новых школ в Самаре, Сызрани и Тольятти. В Самаре новые школы появятся в Волгаре, в микрорайоне «Крутые ключи» и в Октябрьском районе. Развитие индустрии туризма назвали в правительстве приоритетной задачей. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что важно строить удобные дороги и новые отели в стране. По словам главы Кабмина, россияне активно отдыхали внутри страны на новогодние праздники, посещали рождественские ярмарки, ледовые арены, театры и музеи крупных городов России, зимние курорты в удаленных уголках страны. На совещании также отметили, что турпоток по Россию увеличился в новогодние праздники на 19% относительно годового показателя. Средняя загрузка гостиниц превысила 80%. Российские ученые доказали, что свет от смартфона в позднее время суток может негативно влиять не только на режим сна, но и на метаболизм. В ходе экспериментов специалисты выяснили, что воздействие на глаза синего света повышает вероятность ожирения. Свет синей части спектра препятствует выработке гормона мелатонина, который играет важную роль в регулировании циклов суточной активности всех живых существ. Даже малое количество синего света из любого источника между половиной 10 вечера и полночью — это период наиболее активной продукции мелатонина, взаимосвязанного с повышенным индексом массы тела. Ученые рекомендуют после 9 часов вечера включать фильтр синего света на смартфонах, а также избегать уличного света. Субтитры создавал DimaTorzok